В спортивном комплексе «Юность» на саблях выявляют отношения участники всероссийского турнира на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Познякова. Соревнования престижные, девятые по счету, а вот в нашем регионе проводятся впервые. Недавние успехи омских спортсменов, олимпийской чемпионки игр в Китае Алины Масейко и призера первенства Европы и первенства мира Александра Трушакова поспособствовали этому. На турнире выступают лучшие спортсмены России, юноши и девушки. Всего более 150 человек. Соревнования на радость неизбалованных омских поклонников фехтования получились зрелищными. На помост выходят молодые саблисты и наблюдать за их выступлениями на порядок интереснее, поскольку они еще не испорчены опытом и испытывают неподдельные эмоции как при выигрыше, так и при поражении. Исход поединка полностью в руках ребят. Много факторов влияют на то, на фехтовальщика в принципе, потому что есть фехтовальщики разных категорий, разных возрастов. Это не самое главное. Главное фехтование это думать, принимать, ну, хладнокровие должно быть, чтобы в критических ситуациях ты должен был предпринять что-то, чтобы выиграть. По итогам двухдневных поединков на сабле чемпионами стали у юношей москвич Арсений Пантелеев, у девушек Александра Климова из Новосибирской области. Турнир на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Станислава Познякова можно считать вторым по значимости после первенства России по количеству рейтинговых очков, что получают спортсмены по итогам своих выступлений. Этот турнир, как бы, он проводится по определенной возрастной категории. Он входит в один из этапов кадетского цикла. Что это такое? Ну, это система подготовки выстроена, да, система соревнований, которая определяет состав сборной команды страны. То есть ребята кадетского возраста, это 15-16 лет, набирают очки, выступая на этих соревнованиях, для попадания в сборную команду страны. Разобрав баллы по заслугам, фехтовальщики разъезжаются по своим регионам до следующего старта. Омск же справился с проведением состязаний на отлично. И, возможно, через год-два мы, учтя этот опыт, сможем принимать у себя первенство и даже чемпионат России по фехтованию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова